Всем привет! С вами Хельга Пирогова и передача «Итоги дня». Давайте обсудим главные новости. Сегодня я расскажу, как живет в Рио губернатор Акурской области, пока жители региона бегут от войны. Путин выступил на Восточном экономическом форуме, говорил о войне и об аресте Дурова. Чистки продолжаются. Заведено уголовное дело на бывшего замминистра МЧС. Об этих и других новостях поговорим сегодня. Часть Курской области находится под контролем ВСУ уже месяц. Месяц, как тысячи человек, покинули свои дома и остались со своей проблемой один на один. Самое время проверить, что же делают власти Курской области, чтобы помочь людям. Но тут мы с вами не узнаем ничего нового. Вся энергия чиновников уходит в облагораживание собственной жизни. Вот взять, например, в Рио губернатора Курской области. Алексей Смирнов долго и упорно прокладывал путь к бюджетным деньгам. Работал сначала в сфере ЖКХ, а теперь получил в подарок целый регион. В Курской области он построил себе особняк за 30 миллионов рублей. В Подмосковье две квартиры у него, уже у его жены. Одна за почти 100 миллионов, другая поменьше, за 15. Итого почти 150 миллионов недвижимости. Неплохо, да? А теперь сравните с выплатами, которые Путин наградил Курян. Сначала 10 тысяч рублей, а потом по 15. Я думаю, даже завтрак у губернатора Смирнова иной раз стоит дороже. Кстати, Путин сегодня тоже заговорил о Курской области. Начал вроде нормально. С того, что людей надо защитить и думать в первую очередь о них. А потом что-то пошло не так. Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой. И остановить наше наступление на ключевых направлениях. Прежде всего в Донбассе. Освобождение, которое является нашей первоочередной целью. Вот вам и настоящая цель. Продолжать освобождать украинцев, лишая их домов и жизней. То есть ввести войну дальше, убивать дальше и разрушать. Эту речь Путин произнес, находясь далеко от линии фронта. Даже далеко от той же Курской области. Он выступал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Раз он уже заговорил о ситуации в приграничных регионах, решил, почему бы и не высказаться на другие актуальные темы. Так Путин прокомментировал арест Дурова. У нас к нему каких-то претензий не было никаких. Я знаю, что со стороны многих стран претензии были. С учетом того, что платформа определенным образом используется какими-то людьми, какими-то структурами, которые могут наносить ущерб своей деятельностью. А дальше было больше. Путин пытался сказать, что ничего про Дурова не знает. И вообще думал, что основатель Телеграма живет в Москве. Виделись они всего один раз. И это было давно. И пару слов о самом экономическом форуме. Как и любое крупное мероприятие в нашей стране, оно максимально отражает духу времени. Посмотрите, как иностранного гостя учат разбирать и собирать пистолет Макарова. Но была одна актуальная тема, которую Путин обошел стороной. Это кадровые чистки в Минобороны, отставки и аресты, которые уже вышли за рамки ведомства. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против бывшего заместителя министра МЧС Павла Барышева. Чиновника обвиняют в мошенничестве. Он похитил трехкомнатную квартиру за 20 миллионов рублей. Просто подделал документы. Смотрите-ка. Проявил фантазию. Мог бы просто взятку получить, как все остальные чиновники. И еще одна привычка чиновников и просто путинских приближенных – это пытаться обходить санкции. Тут они прибегают к разного рода хитростям. Все ради того, чтобы не терять связь с былой роскошной жизнью. Проект «Система» выяснил, как российские бизнесмены смогли вывести с Запада более 200 произведений искусства. Среди них полотна Дали, Матисса и Ренуара. В этом им помогла логистическая компания из Узбекистана. Среди бенефициаров этой серой схемы есть и наши давние знакомые. Например, главный конструктор путинских ракет Минкртич Украян. Закончим блог новостью о замедленном Ютубе. Пишут, что просмотры у популярных блогеров после начала замедления упали. У кого-то не сильно, плюс-минус 10%. А, например, у канала А4, там детский контент, просмотры упали на целых 78%. С другой стороны, некоторые блогеры говорят, что спад может быть связан с сезонностью. Вы, кстати, как нас смотрите? Через VPN или у вас Ютуб работает? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Примечательная история о новой путинской элите разворачивается в Приморском крае. На выходных многие Z-каналы и даже депутаты Госдумы запостили предсмертное видео у жителя Владивостока Никиты Носова. Он участник войны в Украине. Плачет и жалуется, что местные бандиты вымогали у него деньги. Полиция же не стала его защищать. После этого парень попытался совершить самоубийство. Его вовремя нашли и откачали. Военкоры, конечно, вступили за Носова. Написали много постов, что силовикам нужно срочно разобраться с местными элитами, которые заодно с бандитами. И вот сегодня выяснилось, что обидчиков военного задержали. Они владельцы наркомагазина. Правда, у Никиты Носова в телефоне нашли фотографии с закладками, которые он делал для этого самого наркошопа. А потом решил кинуть работодателей. Как пишут телеграм-каналы, один из каналов опубликовал фото Носова, по которым он устраивался кладменом. Вот такая новая элита по-путински. Хочется надеяться, что всех участников истории, в том числе владельцев наркомагазина, ждет заслуженное наказание. Новости российской эстрады. Певица Мия Бойко оказалась в центре скандала. На концерте она раскритиковала девочку-квадробера. Мама девочки подала заявление в полицию. Бойко уже раскритиковало большое количество селебрити. Даже Екатерина Мизулина неожиданно решила защитить девочку и обратилась в прокуратуру. Мойко решила просто так не сдаваться и прокомментировала скандал в духе времени, видимо, надеясь попасть в струю. Певица пишет, что быть квадробером ненормально, поэтому она решила таким образом обратить внимание родителей на поведение детей. Дальше больше. Мойко сравнивает безобидные увлечения с транспереходом, а также с ЛГБТ. Якобы, если допустить в нашу жизнь игры, то потом дети захотят пойти дальше, станут животными и обязательно захотят сменить пол. Вам ничего не напоминает эта фраза? Один старый дед тоже рассказывает такие истории при каждом удобном случае. В общем, это наглядная иллюстрация, как работают путинские речи вместе с запугиванием россиян всякими глупостями. А девочки-квадроберши лучшей поддержки. Глава Ахмата Аллаудинов поразил сегодня всех. Оказывается, Россия уже победила в СВО. Как я всегда говорю, в данном СВО мы уже выиграли. Дальше наша задача с вами сделать все для того, чтобы мы были одной семьей готовы к будущим вызовам. Ну так вот, СВО выиграли, только почему-то часть Курской области захвачена. Возможно, правда, это и была цель. Конечно, слова командира Ахмата вызвали бешенство в затканалах. Как и сегодняшняя сводка от Минобороны. Военные отчитали, что за два с половиной года войны уничтожили почти 19 тысяч украинских танков и других бронированных машин. И более 900 самолетов с вертолетами. Для понимания масштаба броня, к началу войны в 1922 году у России всего было около 16 тысяч танков и бронетехники. А у Украины чуть более 3000 единиц. У российской авиации было 1400 самолетов, а у украинской только 132. То есть российская армия уже уничтожила столько же техники, сколько было у нее самой. И эти цифры показывают Путину. А тот верит и рассказывает миру, что Россия воюет со всем НАТО. В Курскую область было переброшено 60 тысяч военных. Об этом сказал президент Украины Зеленский в интервью западным журналистам. Он заявил, что одна из целей операции в ВСУ – стягивание российских войск на эту территорию. Насколько цифра озвучена Зеленским реально, пока непонятно. Известно, что Россия действительно перебросила войска Запорожского и Харьковского фронтов. Но в гораздо более меньшем количестве. Тем временем военные в Курской области делают свои обычные дела. То есть занимаются мародерством. В поселке Коренево, рядом с которым три недели идут бои, военный топором разбил окно в магазине Капитоша и украл деньги из кассы. Не забыл прихватить и кое-какие вещи. Интересно, что он присмотрел себе в магазине детской одежды. И это уже далеко не первая история. Помните, пару недель назад чеченцы разграбили ПВЗ Вайлдберрис? Вот вообще свежее видео. Молодые парни, возможно, срочники, залезли на участок и пытаются завести машину. Вот они же, но уже в продуктовом магазине. Время идет, а привычки не меняются. В Брянске полицейские задержали надувного слона. Его привезли на площадь перед зданием правительства области члены партии «Новые люди». Рядом они установили экран, где транслировалось видео с напоминанием чиновникам об уголовных делах за фальсификацию выборов. Все из-за того, что местный избирком запретил наблюдателям снимать видео на участках. Новые люди пообещали написать обращение главе ЦИК Памфиловой. Как будут вызволять из полиции слона, в партии не говорят. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что досмотрели до конца. Напомню, что ваши лайки и комментарии помогают ролику попасть в рекомендации. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть на связи, если вдруг YouTube все-таки окончательно заблокирует. Еще хочу сказать спасибо большое нашим спонсорам на Патреоне Популярной политики. На экране имена и ники наших друзей. Присоединиться к ним можно по ссылке в описании. До встречи завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok